Следующий вопрос на калке. Что сказала Андрей, когда узнала, что будут откровенные сцены в кино? Не запретил, да? А, с прошедшим днём рождения, Валя, не ревноваливали Костю. Нет, конечно, я ему сразу сказала, что если ты мне не разрешишь, я не буду. Он сказал, да нет, всё нормально. Это же как бы обнажённое тело, это не ради обнажённого тела. В кино это используется для того, чтобы что-то показать. Ну, то есть это нужный приём был в этом смысле. И там всё очень эстетично, красиво, аккуратно, поэтому... А звучало именно так, как ты сейчас сказала? Или текст был такой? А звучало, Андрей, если ты мне не разрешишь, я не буду. Нет, 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 он, у нас он начальник, я только говорю, да, мой господин. Нет, я шутку. А нам надо поменять сегодня, пусть у тебя свои отношения. У нас как-то не так, расскажешь эту систему? Нет, всё нормально было, потому что он тоже актёр, он понимает, ну, как это всё делается. Я просто вспомнила актрису Сашу Грей, и я понимаю, что я не она. Простите. Ну, типа, всё нормально. И тем более я бы... Да, я бы, ну, я бы себе не позволила... Я бы себе не позволила... Я бы себе не позволила, что она актриса. Я озвучивала с ней фильм, а озвучивала, серьёзно, да. Она снималась там в каком-то фильме, там, про 12 человек, которые... Про 12? Нет, нет. Которые... Следующий вопрос. Которые в художественном фильме. В художественном. Нет, серьёзно, я её как бы по-другим фильмам и не знаю. В общем, он был не против, потому что он понимает, ну, что это такое. Ну, и я бы сама лично себе не позволила сделать что-то большее. Я по поводу ревности Костя... А был вопрос этот? Был, да. А Валя, твой не ревновали, Костя. И простите, я вас опередила. Когда была сцена, когда мы обнимались с Костей, и такая была романтическая очень сцена, мы только вдвоём. Был приглашённый свет, и в этот момент я поняла, что на мою роль могли подпадить другую актрису. И в этот момент я поняла, что очень хорошо, что я играла эту роль. Вот так. Вот такой ответ. Поэтому ты не ревновала. Поэтому я не ревновала. А со мной особо, ну, у нас там не было каких-то сцен. Что ты мне ревновала? И вообще... Каких? Вообще не было каких-то сцен? Ну, вообще... Что? 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 А что ещё, что ещё? Следующий вопрос Наталки. Здравствуйте, Наталочка, вы очень красивая и талантливая актриса. Я восхищаюсь вашей игрой. Мечтаю с вами встретиться. И такой вопрос. Вот и с Андреей. Андрея, с Андреей, привет, Ольга и Таня. Ольга и Таня, привет. Ольга и Таня Левинские. Что я ценю в дружбе? Искренность. Искренность. И... Ну, ладно, это не очень важно. Преданность нет, потому что дружба — это такое чувство, которое выше, чем любовь. И есть такое, что, например, люди могут не видеться по полгода, но встретиться и чувствовать себя родными и готовыми прийти на помощь в любой ситуации, ну, в любое время. Вот это дружба, когда нет никаких обязательств. Даже очень мне нравится эта книга «Эриха Фрома. Искусство любить». Там говорится о том, что истинная любовь, она ничего не требует. Вот дружба — это истинная любовь. Когда ты ничего не требуешь, ты просто любишь человека. Видитесь вы, не видитесь. Нужна какая-то помощь, не нужна. Ты готов отдавать. Просто так. Вот так. Так, следующий вопрос. Есть ли у вас еще официальная группа, кроме группы ВКонтакте, которая, к сожалению, перестала хорошо обновляться, а хочется новостью узнавать побольше и быстрее? Я не знаю. У меня нет. Он пишет, как-то «Очень жду фильм». Класс, мы тоже. Должен быть очень хорошим. Это я написал. Режиссер, режиссер. Режиссер написал. Так, следующий вопрос. Всем привет. Так, я хочу задать вопрос Валентине. Валечка, вы бы хотели себе официальную группу, и как вы познакомились с Костей? Группу официальную, ну, если появятся люди, которые захотят следить за моим творчеством, так, конечно же, да, почему бы и нет. А если вопрос, как мы познакомились с Костей, Костей у нас была вообще очень трехслойная история знакомств. Мы с ним познакомились на кастинге в Москве, в мюзикл. Как мы не познакомились там, мы там увиделись, я Костя не очень хорошо запомнила, а у меня очень хорошо запомнил. Очень. Класс, я не знаю. Такое было телешоу, вот. А я тогда танцевала и искала работу, и нашла работу в балете. Мне говорят, ну, мы вот работаем на шоу «Украина с Замбилой», пошли завтра на эфир. Она далеко не знает эту историю, она сейчас будет как бы показывать все эмоции, мы как-то не видим, а она как-то... Это мне отец, если он говорит, ты переигрываешь, я говорю, ну, я просто эмоциональный. Все, я буду просто слушать и сдерживать. Нет, ну же, наоборот, нам хорошо. Масовочка. Потом на «Украина с Замбилой не верит» мы как раз и познакомились, и Костя меня помнил с кастинга. Ну, опять там наши пути разминулись, и через несколько лет мы встретились уже в одной компанией дружеской, и уже потом не расставались. Сегодняшки. Да. Такая история знакомства. Так, следующий вопрос также, к Воле и Косте. У меня нападение добавили о Косте. Как вам было разом заниматься в фирме, чи часто вы занимаетесь разом, и как любите проводить эвильный час? Дякую. Котеж, говори. Я к вам позом. Нам было очень комфортно и круто заниматься вместе. Это просто, мне кажется, невероятный подарок судьбы и такое счастье, что это произошло. И что мы не просто снимали себя вместе в одном проекте, а что мы играли в влюбленную пару. И это очень и очень, мне кажется, хорошо. Как это получилось вообще, это тоже так интересно. Это к второму вопросу. Часто мы снимаемся вместе. В принципе, пригласил мой знакомый режиссер сняться в короткометражном фильме вместе. Это, кстати, было за неделю до кастингов «Ночи с того Валентина». И, предусловно, меня и Валюшу. Мы там тоже играли в влюбленную пару. Ну, это короткометражный фильм, который будет... Там был эпизод небольшой. Да, небольшой там эпизод. Но получается, что та энергия, которая появилась, когда мы находились на съемочной площадке, она, видимо, и притянула этот кастинг и этот фильм «Ночи с того Валентина». Вот. Мне очень понравилось с Валюшей. Ты же все пообещала ему, что она пишет еще что-то для нас. Кстати, правда. Напишет. Как будет? Поздравить. Поздравите на открытку. Как мы любим проводить свободное время. Мы очень любим гулять на природе. В парке возле каких-то трехсотлетних сосен. В общем, любим природу очень. Очень. И кино. Следующий вопрос к Наталке. Наталочка, скажите, если бы вам выпал шанс сыграть в кино с одним из других актеров мирового кино, кто бы это был? Кто является для вас примером или своего рода женщина? Это очень интересный вопрос. Но меня всегда восхищал Джим Кэрри, потому что он очень владеет. Я всегда говорю, что актерская профессия... Что актерская профессия — это абсолютное владение своим телом, голосом, психофизическим состоянием. И этот актер, он делает это блестяще. У него есть такие сцены, вот я, например, смотрю и думаю, ну никто бы не мог это сыграть. Такое владение своим телом. Вот очень интересно было мне с ним поработать. Я даже не знаю, просто не задумывалась над этим. Классный вопрос, спасибо. Правда. Очень интересно. И вторая часть этого вопроса. Есть ли у вас какие-нибудь, так сказать, ритуалы перед выходом на сцену или перед исполнением роли? Ну, перед выходом на сцену я не могу сказать, что есть какие-то ритуалы, типа перекреститься или там нашитать. Как это в этом видео дьявольское нашелтывание? Нет, такого нет. Есть только то, что нужно готовиться к роли всегда. Есть только мир, миг между прочим. Да, да, есть только миг. Ну, действительно, то, что я говорила, что это полное владение собой, это успокоиться. Потому что я очень эмоциональный человек. И чтобы исполнить все задачи, которые нужны, нужно быть в состоянии спокойствия и сосредоточенности. Вот, нужно войти в это состояние. Потому что если ты расхлябан и тут же входишь как-то в кадр, то не всегда получается то, что нужно. Я очень часто такая, правда, где-то там летаю. Вот, поэтому спокойствие, собранность и подготовка. Вот мои ритуалы. Следующий вопрос. Наталка, будут ли с вами мастер-классы и хотели бы преподавать актерское мастерство? Будут мастер-классы в Open Art Studio, еще не знаю когда. И актерское мастерство, не знаю, может быть позже. Но технику речи я преподаю. Когда поклонники смогут увидеться с вами и получать долгожданное фото и автографы? Я не знаю. Что-нибудь придумаем? Наверное, на премьере фильма. О, может на премьере фильма, точно. 10 марта. А где она будет еще неизвестна, да? Это же не память встречи с Наталкой Девицынской. 10 марта, это премьера фильма нашего, приходите все. Мы не знаем место и время, но мы сообщим вам. И может быть можно будет как-то вообще все. Я готова. Вот правда, очень многие... По 15-й риме. По 15-й риме. По 15-й риме. По 15-й риме. Вы не думали, что там мы такие, мы не хотим ничего делать. Нет, такого нет. Мы вас очень любим. Спасибо вам большое за то, что вы хотите каких-то автографов или фото, или что мы вам написали. Но просто нет времени, мы тоже люди, там, работаем. Я с удовольствием. Ну, может быть, что-то получится, я не обещаю. 10 марта. Да, 10 марта. И все получится. Все.